всем привет меня зовут серёга литовец и мы как всегда на канале мошенники звонят по телефону обязательно после просмотра ставим лайки дизлайки пишем комментарии если конечно вы не полянница иванов или похожая нечистая сила всем приятного просмотра тимур здравствуйте слушал меня зовут олег я звонил из отдела контроля качества компания гастром инвест с вами ранее связывался наш менеджер дарина вы не могли бы оценить ее работу вообще насколько ясно информация преподносит не хамила ли она вам какая менеджер менеджер дарина я такой не помню такой дарина как менеджер и с вами другой менеджер садов на другой а как говори я не помню но не дарина точно я понял вообще изначально то есть регистрировались или поиска дополнительного дохода правильно понимаю новые уточнили там у вас есть информация диалоги ведете я ж не попугай побед раз пересказывать почему работать вам повторить еще раз или вы не поняли вы еще не говорили почему вы отказали прослушайте набить наверно все сказал что-то сказали что не разбираетесь в этом правильно и что разговор на чем закончился я не разбираюсь в этом вообще такого такую информацию не предоставлял что этом чем-то не разбираюсь я мочать знаю очень хорошо вы не предоставляли информации почему вы отказали на почему я вам и звонил я мочать знаю очень хорошо и такого дарине не говорил она врет если она это просто где-то зафиксировала пометку сделал хорошо тем более уточните почему я это я стоят не общался это все и донес потому по дистрации повторять не намерен нет просто желание сколько жалили что что до меня до меня вам сколько менеджера звонила я считаю что для менеджера то есть больше трех человек это понимание не могу так сказать больше не меньше я понял так все почему отказали все-таки потрудитесь прошу прослушайте знать тимур мне проще позвонить вам и спросить не моя мне проще один раз сказать и все я же не буду повторять по пять раз одно и то же вы бы уже это повторили но уже не уже ну короче застали это так у нас гаспром общается королева флали серьезно мой ты разговор не прослушивается это я понимаю так не это скорее всего это не газпром скорее всего это наоборот засанная хохлина салоед сидит вот я нашел наконец-то причину почему вы отказали что ты затраил вы считаете что это не газпром инвестиции вот это затраил слава украине листала твои так как лучше тимур наконец-то твой акцент ты вообще твой акцент слышал вот эмоции больше эмоций до давления не я люблю когда вы горите хохлина ты чё ты ошибаешься у меня в отношении у меня в отношении вас эмоций нет ты ошибаешься вы где-то прочитали что газпром не занимается инвестициями правильно слушай вот ты скажи вообще прослушивать они прослушают ты же понимаешь что если компания газпром кому-то просто повторить еще раз пожалуйста ну ничего прослушаешь запись чтобы кому-то сказал газпром там застали еще что-то такого приоритет в теории быть не может хуем тебе не дало а у тебя потому что бомжат кайпи телефония поэтому ты не слышишь понимаешь что ты микрофончик выключаешь ты не вывез да ты там думал что ты сейчас на перьях залетишь тут бабки а тут видишь тебя давай хохлина хохлина ты бля тупая на хаманатуре бля алё тимур хохлина ты еще здесь начет прервалась собственно Мы остановились на том, что ты любишь сало. Конечно, я люблю сало. И мясо люблю. А ты вразумеешь, что правило сумол? Да, Тимур, отрицать не буду. Тимур, отрицать не буду. Я люблю и сало, и мясо, и овощи. Короче, Шахрай любит сало. Ты живой человек. Тимур, обращайте, почему вы любили, что я мошенник. У меня вот к тебе вопрос. А ты никогда не... Ты вообще верующий человек? Тимур, давайте все-таки как-то более адекватно общаться, потому что... Ты такие же с вами уважительно общаюсь, а вы вот как-то... А что я к тебе, подожди? А что я к тебе неуважительно рассказал свой адрес? Подожди, а что я... А я же с вами вот на вы общаюсь, нет? А тебя, подожди, так ты, послушай, я не ранимый, как ты. Меня можешь на ты, я тебя разрешаю. А, хорошо. А ты ранимый, подожди, ты ранимый или нет? Почему ты сразу там уважение клянчишь? Зачем? Тимур, поверьте, с моей профессией я абсолютно неранимый человек. Ну, а зачем тогда ты клянешься, что уважение, если ты неранимый? Ответь. Зачем? Ну, потому что существуют правила этикета. Нет, подожди, правила этикета... Правила этикета, послушай, послушай, ты уже с тобой общались культурно и вежливо. Пока ты не позволил тебе... Культурный ты наш человек, понимаешь? Хас-пром. Хас-пром. Нужно было начать диалог. Пока ты не позволил тебе, пока ты не позволил тебе, понимаешь? Какие-то вещи, которые... Ну, понимаешь, это то же самое, что я тебе там, знаешь, сказал... Слушай, да ты долбоев, ты что-то хуйню, блядь, морозишь, понимаешь? Чтобы начать диалог, тебе бы это понравилось? Вот скажи мне. Ты как? Вот ты смотри. Ты сидишь, ты сидишь, да? Вот у тебя, я не знаю, там... Саморезы не давят гарнитуру, которая прикручена? Нет? Ты вот понимаешь, ты тупо, понимаешь, у тебя вот... Специфика, ты звонил, ты самая-самая низшая звено в вашей там шараге. И ты позволяешь тебе вот так вот общаться, даже с будущим потенциальным клиентом, если ты звонишь, реально с позиции, что там кто-то что-то там начал... Какое-то сотрудничество, понимаешь? И ты позволяешь тебе такое общение. После этого ты еще хочешь какого-то уважения начинаешь клянчить. Для чего? Ну, что ты микрофон выключил? Ты для чего-то перезвонил? Ты же поговорить перезвонил? Ну, так общайся. Скажи, что ты сейчас отходил и ничего не слышал. Давай. Ну, ты слышишь меня или нет? Чего ты молчишь? Ты для чего перезвонил? Помолчай. Ты что? Да, да, алло, алло. Да я понимаю, ты отходил и ничего не слышал. Я-то понимаю. Да, это ваша любимая тема. Это уже, понимаешь, настолько тупой скрипт, знаешь, как дети. Вот малолетки, знаешь, пятый класс, вторая четверть. Вот и все. Ну, что ты? Ты же хотел. Ты мне, вот слушай, скажи, пожалуйста, а ты верующий человек? Ну, ты в Бога веришь? Алло. Говорит, ты в Бога веришь? Алло. Конечно. А в какого ты в Бога веришь? Ну, какой тебе Бог? Кто? Как зовут Бога? Как зовут Бога? Не, ну, кто-то в Аллаха, кто-то в Исуса, кто-то в Будду верит. Ты в какого Бога веришь? В Исуса. В Исуса веришь? Слушай, а ты никогда не задумывался, что у тебя какой-нибудь а-ля клиент, не знаю, пойдет свечку поставить за упакой, ты об этом не думал? Или такие же заработают, помогают. Да, помогает заработать, конечно, понимаешь, Газпром помогает заработать, да? Ну, конечно, Газпром помогает заработать. То, что на тайге прочитал, кстати, вот Давича заходил. У нас опять связь пропала, я... Опять не слышу? У вас очень плохо. Вот, чувствуешь? Это у тебя бомжатская эпителефония, поэтому прерывается, понимаешь? У меня все по связи отлично. Отлично. О, бомжатская, понимаешь? Тот один товарищ рассказывал. А, кстати, кстати, хочу тебе сказать. Ты заходи на канал, мошенники звонят по телефону, подписывайся. Посмотри, да, посмотри Лев Тимур, Тимур из Краснодара. Твой покорный слуга, понимаешь, с кем ты общаешься. Послушай, может тебе понравится? Ты там поставь лайк или дизлайк. Ваши ставят дизлайки, заходят, обязательно, понимаешь? Нет, лайки ставим. Лайки ставить? Молодцы. Ну, я понимаю, вы мониторите. Мы уважаем наших клиентов, которые тратят на нас очень много времени. Конечно, конечно. Транят много времени. Смотри. Так смысл все. Вот смысл все. Отключили. Вот на сайте, на сайте, послушай меня. На сайте, да, я еще не знаю, где-то час назад считал такой момент, что Газпром, ну, как бы памятка для пользователей. Типа предупреждения. Газпром, Газпром не сотрудничает с физлицами, у Газпрома нет никаких проектов, программ для дополнительного заработка, Газпром не осуществляет банки, зайди ознакомься, понимаешь? А какого года эта памятка? Как в смысле, какого года? Зайди, посмотри, 2021 год. Ну, какого она будет? Я понял, ну, кроме не осуществляет банки, да, но если человек сам зарегистрировал, то уже... Там без разницы, там написано, что Газпром не осуществляет никаких проектов, у него нету Газпрома проектов, перечисление идет, и перечисление ваших сайтов, понимаешь? Которое якобы а-ля Газпром, вот этот сайт, естественно, вот смотри, как я регистрацию у вас оставил, да? Ты же Газпром, вот слушай меня, я зашел на сайт, Газпром официальный, противодействие мошенничеству, это вот для слушателей канала, для зрителей, чтобы они понимали, что вот это сидит, он хохлино, да, и пытается как бы что-то доказать. Смотри, я зашел на сайт Газпрома, внизу список сайтов, внизу список сайтов, которые мошеннические, сам Газпром их выкладывает, понимаешь? И я на одном из них оставил регистрацию, ты мне звонишь. Так, ну ладно, мне уже скучно стало, все, давай фото. Все скучно, да, да, привет передаваю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok